всем хорошего настроения я вам хотела рассказать про такой денежный кувшинчик то есть ритуал называется денежный кувшинчик и там есть даже основы по фэн-шую прежде всего этот ритуал на деньги он долгий я уже давала ритуал к сожалению еще вы пока не пересняла на то чтобы приманить денежную силу и чтобы в вашей семье было благополучие на либо у вас шли деньги либо у всех ваших членов семьи это нужно было сделать сначала месяца не лунного месяца месяца первое число мы вложим одну монетку италия добавляем и потом там все подробно написано чтобы как сказать неразменная деньга лежала у вас она тянула деньги из этой же серии есть такой же долгий то есть по действию не быстрый но и он тем самым долго играющий ритуал он делается именно на кувшинчик я сейчас вам расскажу о нем вам я думаю вам понравится потому что результаты хорошие по крайней мере денежных ритуалов много не бывает прежде всего вы должны осознать что деньги это капризная энергия и и очень часто нужно обновлять и обновляя и также меняют свои действия также как мы меняем свои мысли но мы заменяем одно на другое то есть лучшее на лучшее они лучшее на худшее и вы увидите что у вас вот идет распространение вот это вот энергию то есть как вот заразиться ей вот так можно сказать в общем материя денежная она текучая даже часто говорят деньги как вода и поэтому можно сказать что она очень похожа на воду деньги могут казаться плохими грязными или опасными или страшными если у вас какие-то убеждения могут казаться прекрасными и чистыми когда мы с помощью них воплощаем планы это здорово но правда в том что деньги сами по себе они абсолютно нейтральны если вы боитесь денег или чувствуете что вы не заслуживаете их то скорее всего у вас их будет не так уж много то есть они будут но не так уж много потому что в наш век уже невозможно жить просто без денег если вы регулярно используете денежные ритуалы либо только начали то это поможет вам пополнить и наполнить ваш денежный поток и постепенно справиться с внутренними препятствиями на его пути и так ритуалы заговоры заклинания это наборы сфокусированной энергии а мы знаем где наше внимание там наша энергия где наша энергия там наше внимание то есть можете даже задать под видео вопрос о чем вы часто думаете да и это в принципе будет четкий ответ что то о чем вы думаете туда вы посылаете свою энергию то есть если у вас в сфере финансов брешь сразу первый вопрос задает многие не знаю как психолог но пара психолог задал бы вопрос о чем вы часто думаете да и там будет дальше понятно и так сфокусированная энергия посылаемая во вселенную когда вы делаете это успешно вы получаете то что просили своей жизни энергия не может быть создана или уничтожена поэтому она бумерангом разлетается вокруг но в некоторых случаях она не разлетается да если у вас проведены на вас вернее проведены какие-то работы такие как приворот либо покрадник но об этом потом а сейчас просто давайте про ритуал потому что мы все-таки хотим получить деньги и наша энергия должна быть сконцентрированная чтобы увидеть результаты этой работы и так важно помнить также что деньги пойдут по пути наименьшего сопротивления то есть у вас придут к вам деньги привычными путями например да вы работаете вам какая-то премия вам какой-то бонус либо кто-то с работы вам сделает подарок то есть там какой-то ну какой-то подарок который стоит денег который вы бы потратили деньги купили а вам принесли ну и это будет очень приятный подарок вам будет нравиться по-любому потому что эта энергия она уже знакома с каждым человеком как с индификатором до это у каждого есть свой чип код ну что-то наподобие этого и так вам будет уже видно ваш результат уже после вот как вы сделали уже ну сразу обычно сразу получается и так деньги конечно сами не упадут с если вы будете лежать на диване но я думаю сейчас мало кто лежит на диване даже имея такую проблему как к вид хотя это не такая уж большая проблема и так а деньги будут появляться реальными осизаемыми способами через людей места или вещи и так неожиданный бонус на работе далее подарок от члена семьи или друга далее предложение о подработке еще возврат забытого долга и еще неожиданный рост инвестиций и так много других способов это может быть самая случайная вещь вы даже можете найти на дороге что кто-то может посетить ваш дом ему понравится ваш старинный столик если у вас есть такой вроде бы он стоит недорого но тем не менее он предложит вам вдвое больше чем он стоит чтобы его купить да и так ритуал на привлечение долгосрочного богатства хочу обратить внимание именно долгосрочного вы можете эффект увидеть довольно быстро для этого заклинания лучше всего подойдет небольшой глиняный кувшин или иная емкость даже мешочек или узелок что вам ближе и удобней но лучше кувшинчик глиняный но если у вас например много народу дома выходим хотите чтобы не видели то возьмите мешочек до или сделайте узелочек однако из курса фэн-шуй мы помним что именно кувшин работает лучше благодаря своей форме и некоторые пустоте внутри поэтому энергия накапливается и накапливается а мы что с вами делаем мы накапливаем энергию денег тем не менее вы можете определенно поменять банку или небольшую сумку или мешочек или просто сделать узелочек из платочка если это кажется вам правильным желательно проводить ритуал на растущую луну а сейчас хочу заметить как раз растущая луна чтобы энергия продолжала расти хорошо проводить его в новолуние либо строго полнолуние лунный календарь у меня есть в инстаграме в шапке профиля вы можете зайти в мой инстаграм сделать фотографию там как раз на весь лунный месяц сохранить это тоже скрином и вы будете видеть по числам какой лунный день и так однако не на всех магов лунные циклы оказывают столь уж сильное влияние поэтому здесь дайте слово своей интуиции и опыту на самом деле важны ваши намерения и энергии то есть если конец лунного месяца а вам вот горит сделайте это либо вам вдруг неожиданно попался очень красивый кувшинчик покупайте его и в этот же день делайте потому что ритуал несложные все это конечно зависит от вашей собственной практики и убеждений если вы чувствуете что должны произнести это заклинание в определенный день то действуйте и даже на убывающей луне и так наконец-то добрались до ингредиентов я думаю что я подробно вам все рассказала нам понадобится зеленая свеча можно с денежными травами но если вы сами ее сделали маленькая баночка с пробкой или завинчивающейся крышкой либо кувшин еще раз вернее лучше кувшин любая купюра из имеющих хождение любого достоинства чем больше номинал будет тем лучше то есть здесь не от монеток больше идем а здесь если вы в россии да ну хотя бы тысячу взять или двухтысячную или пятитысячную чем больше тем лучше доллары посмотрите какая у вас самая большая купюра в доме может у вас 50 долларов лежит а может быть вот 50 евро евро это наберите 50 евро и так то здесь мы не от монеток к росту идем а вот берем большую купюру порошкообразная корица то есть корица дробленные уже или ну не знаю палочки корицы как-то они непонятно работают работают но когда нужны благовония так что здесь лучше порошкообразная корейца и еще внимание здесь нужно будет найти кайенский перец ну кайенский перец он острый перец если вы живете там где его нету то просто берете самый острый перец такой красный на острый один кусок золотого металла если золото нету все-таки все равно взять золото это может быть настоящее золото либо может быть конечно перед золото дураков я напишу все как должно быть но я вам рекомендую взять кусочек золота всех есть например вот если сережка например потерялась одна лежит вы эту сережку одной не оставляйте переплавьте чтобы был как вот кусочек золота потому что все равно если было парно одну нельзя оставлять это нехорошо нужно переплавить чтобы кусочек золота он вам всегда пригодится в работах конечно рекомендовали делать из другого металла но я никогда не делала из другого металла если нужно желтого цвета и я ложу золото можно конечно металл сплав который будет символизировать золото но я не рекомендую правда далее нам нужен лавровый лист лавр нам всем известно что есть лавровые вентки и вообще лавр лавра победителя до притягивает победу ручка или маркер желательно когда вы делаете вот магию у вас должно быть отдельно маркер фломастер именно для эзотерических вещей до для магии и так вы создаете и очищаете свою рабочую зону чтобы вам ничего не мешало для этого можно незадолго до ритуала очистить это место соленой водой поставить блюдце с солью жечь несколько свечей господи можно одну а курить помещение благовониями или травами достаточно будет одного или два действия рассказываю подробно потому что очень многие сразу начинают ритуалить но мы вообще-то очищаем пространство поэтому нам нужно благовония благовония смотрите такое чтобы вам нравился запах и так далее вы очистили пространство вы очищаете свои инструменты с помощью звука вам нужно почувствовать свою энергию и затем представить что вы вот здесь находите вы в неком круге и вы начинаете творить вот магию рассказываю подробно потому что кто-то из вас будет делать это первый раз дальше перед ритуалом вы прокручиваете этот ритуал как вы примерно будете делать чтобы у вас концентрация пошла на своем действии это нужно именно для этого можете даже представить некую картинку как вы это будете делать и представьте также что у вас уже есть деньги и увидите на каком расстоянии они от вас если они вот вы во время этой визуализации увидели деньги но эти деньги у вас на расстоянии вытянуты руки вам нужно тут же во время визуализации протянуть как бы руку и подвинуть их ближе это ускорит действие вашей работы вы можете конечно сказать чтобы там было 10 тысяч долларов или 10 тысяч рублей или 20 тысяч рублей или 100 тысяч рублей но сказать вы можете одно но принять и ожидать вы можете другое поэтому просто представляете денежные купюры и подвигайте их ближе к вам дальше вы берете лавровый листик пишите свое намерение на нем при необходимости вы можете заменить лавровый лист на лист бумаги но нет берете маркером и пишите на лавровом листочке мелкими буковками свое намерение если у вас конечно есть какие-то проблемы со зрением то вы можете не писать вы берете лавровый лист между двух рук и посылайте туда намерение свое мысленно или вы говорите ваше намерение может быть простым например деньги идут ко мне в больших количествах но лучше говорить так деньги пришли ко мне в сумме 200 тысяч рублей и более если она конкретная например да я получила такую-то сумму за например какой-то вещь вам нужно продать и вы говорите там я получила такую-то сумму за продажу своего дома до либо за продажу такого-то дома и говорите номер улицу точный адрес дальше представляете себе идеальный результат вложите части вложите ну вам нужно как бы здесь вложить свою энергию в этот лавровый листик который у вас уже в руке с написанным желанием дальше вы складываете корицу каенский перец купюру золото лавровый лист в кувшин и читаете в этот момент заговор затем закрываете этот кувшинчик вы можете просто закрыть банку или запечатать ее воском потому что тут же в ритуале нужно зеленая свеча вот прям вот зеленой свечой накапать если хотите как бы сказать вы можете свою энергию туда вложить скорее всего конечно свое вы же сейчас не будете из стихий брать энергию хотя и стихий рекомендуется брать из пяти элементов стихий но вы не думайте об усталости вы думаете просто о результате и вам нужно вложиться конечно думать только об этом чтобы ваши мысли не гуляли постарайтесь чтобы вас не отвлекали по сути дела это займет 30 минут во время горения свечей нужно чтобы она догорела его когда она догорела вы все убрали это уже закончился ритуал ритуальное действие и так стек заговора для активации кувшина когда вот все вот вы туда лажи выложили да и вы копаете воском вы говорите деньги деньги придите ко мне в изобилии три раза по три обогатите меня наилучшим образом никому не причиняю вреда на своем пути придите ко мне деньги трижды по три я принимаю вас так тому и быть это вообще-то картина такая модификации довольно старого денежного заговора он интересен тем что включает в себя пункт а не причинение вреда никому а также формулировкой трижды по 3 эта сумма будет умножаться на 3 но если вы вложитесь и визуализируете крупную сумму денег подвинув к себе она как бы должна размножиться она апеллирует к числу 9 вообще трижды по 3 апеллирует часу 9 сегодня кстати 9 лунный день поэтому не просто так все это вам это поможет вам поможет сделать долгосрочное денежное накопление которое и символизирует девятка бесконечности переход на качественный новый уровень и так повторяйте заговор всего лишь три раза но если вас как бы закачала да именно в денежных заговорах не надо останавливаться если вы чувствуете что вы хотите сказать больше то вы не останавливаетесь вы говорите больше если вам 33 года то вы говорите 33 раза здесь именно вот в этот кувшинчик и именно связано с число 3 по 3 9 да здесь нужно больше поднять свою интуицию во время работы этого заговора следующего видео я обязательно сниму по ошибкам заговорами и так кувшин можно хранить в любом безопасном месте лучше конечно ему его никому не подка не показывать это как работа немножко похоже на денежный подклад вот вроде нету нету денег но вы собрали сделали денежный кувшинчик и подложили сами себе и вы увидите что у вас все равно вот финансы и они начнут как бы копиться люди начнут подтягиваться время от времени этот кувшинчик вы можете поначалу доставать раз в месяц и заряжать просто повторяя заклинание рядышком можете активировать да там благовония поставить просто зеленую свечу не капать туда и просто читая слова и он наполняется вашей энергией вашего намерения в конце месяца вы можете легко проследить да а у вас вот именно шевеление в работе по финансам насколько увеличилось первый месяц у вас ну минимально должно увеличиться на где-то на 30 процентов но тоже понятие магии эзотерики гарантии сто процентов все равно не дадут я скажу вам сто процентов но если вы скептически относитесь и не верите у вас может увеличиться только на три процента даже несмотря на то что вы этот ритуал сами провели поэтому всем хорошего настроения подписывайтесь на мой канал ставьте лайк а с вами был такой небольшой ритуал на денежный кувшин с любовью ваша каролина она же чародейка всем богатство удачи